О, те, которые уверовали! Всевышний Аллах Субханаху Ата'аля в одном из аятов Кур'ана раскрывает важный замысел или важная ответственность человека перед Аллахом, ответственность перед Аллахом за свою семью, за своих детей. Всевышний Аллах Субханаху Ата'аля قоворит Кур'ана بعد أذ بالله من الشيطان الرجим يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودوها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون вот те, которые уверовали спасайте спасайте себя и ваши семьи от огня где будут гореть камни и люди это показывает уровень температуры воды уровень температуры огня в котором горят камни стража этого огня суровые ангелы которые не проявляют милосердия, сожаления они не ослушаются повеления своего Господа Всевышний Аллах Субханаху Ата'аля предупреждает человека предостерегает его Он говорит остерегайся не питай пустых надежд потому что впереди огонь в котором будут наказаны люди но огонь такой температуры в которой горят камни и охраняют этот огонь суровые ангелы Аллах не сказал просто ангелы Аллах сказал суровые для чего? для того чтобы ты не надеялся на их милосердие что с ними можно договориться их можно упросить и они выполняют повеления своего Господа все просто и на что хотел бы я обратить внимание это на то, что Всевышний Аллах говорит спасай себя и не только себя Аллах говорит у агликум и ваши семьи кто относится к семье человека это его супруга это его дети это его родственники это его семья но в первую очередь Аллах говорит семья и когда мы все слышим семья мы всегда представляем это самый-самый близкий близкий круг это жена, дети, родители и поэтому Всевышний Аллах этим аятом показывает насколько отношение человека должно быть заботливым и сострадательным с переживанием к тому кто окружает человека и поэтому Аллах не сказал спасай себя Аллах сказал спасай себя в первую очередь а потом свои семьи этот аят указывает на то что человек должен понять в первую очередь сам что может его спасти от огня от наказания Всевышнего и прежде чем к этому перейти я бы хотел обратить внимание на то что Кур'ан он наполнен проявлением любви Всевышнего к человеку и также параллельно он показывает и предостерегает от наказания это я говорю для того чтобы мы понимали что Кур'ан воспитывает человека не страхом или Всевышний Аллах воспитывает человека не страхом Всевышний Аллах побуждает повелевает человеку повиноваться Аллаха через любовь к Аллаху через желание получить любовь Аллаха награду Аллаха вознаграждение Аллаха но не каждый человек это подходит ему вернее это подходит каждому но не каждый человек осознает это или находит Аллаха через обещание Аллаха милости например Всевышний Аллах Субханаху Ва Тааля или Пророк Мухаммад Салаллаху А.Салям говорит хотите я вам укажу на деяние которое вы будете выполнять и полюбит вас Аллах сподвижники сказали да у посланника Аллаха он сказал А.Салям А.Салям Распространяйте мир между собой что означает мир между собой это приветствие в первую очередь а затем добрые отношения Пророк Мухаммад Салаллаху кормите бедных и молитесь ночью когда все люди спят и тогда вас полюбит Аллах кого-то из нас и эти ну эти деяния являются дополнительными иногда человека побуждает это желание получить любовь Всевышнего Аллаха побуждает его совершить эти благие деяния и побуждает его оставить греховное но Всевышний Аллах Субханаху Ата'аля Кур'ан в Кур'ане использует подход также кнута а это предостережение от огня от наказания от гнева Всевышнего Аллаха и поэтому если человека мотивирует подталкивает совершает праведные деяния обещания вознаграждения у Аллаха человек делает это но часть людей некоторых людей на них это не влияет их больше пугает их состояние и тогда Всевышний Аллах Субханаху Ата'аля использует к ним метод устрашения и поэтому Аллах Субханаху Ата'аля описал ад и описал какой он для того чтобы мы могли себе его представить и остановиться при совершении греховного вот Всевышний Аллах говорит спасай себя это означает что человек в первую очередь всегда должен начинать с самого себя если получает образование то получает в первую очередь сам совершает праведные деяния делает сам начинает совершать намаз начинает себя человек не должен быть тем который всех призывает но сам не выполняет также Всевышний Аллах Субханаху Ата'аля говорит ва ахликум вашей семьи от огня человек знает как человек знает себя как же он может отвечать за свою семью пророк Мухаммад Салаллах Алейхи Ассалам сказал кулукум раин ва кулукум масулу ан раиятихи каждый из вас пастух подобен пастуху и он отвечает за свою пасту правитель пастух своего правления и отвечает перед Всевышним Аллахом за свое правление отец он пастух в своем доме в своей семье и перед Аллахом несет ответственность за свою пасту теперь здесь выходит вопрос если мой сын не читает намаз я несу за это ответственность если моя супруга не совершает намаз я несу за это ответственность если мой сын совершает грехи я несу за это ответственность хадис указывает да ты несешь ответственность при условии если ты не прилагал усилия для того чтобы предостеречь или побудить. Также женщина, она пастух в доме своего мужа и отвечает за свою пасту. Значит, женщина несет ответственность за отсутствие порядка в доме мужа. Женщина несет ответственность за отсутствие сытости семьи, чистоты дома, чистоты семьи и воспитания детей так же, как и отец? Да. Всевышний Аллах, Субханаху Ата'аля, возложил права и обязанности на каждого. Поэтому мы, когда женились, мы взяли на себя ответственность. Мы, когда родили детей, мы взяли на себя ответственность. И это выражается в словах Аллаха, когда Он говорит, спасайте себя и ваши семьи, потому что вы за это будете что? Спрошены. Как спасти семью? Как спасти детей? Порок Мухаммад, Салаллаху Алихи Ва Салям, показал это на практике. И поэтому праведное воспитание детей, праведное воспитание семьи является причиной их спасения в судный день. И поэтому пять важных шагов, которые взяты из Кур'ана и Сунны, которые помогут человеку воспитать детей праведными, воспитать семью праведную. О воспитании детей может, наверное, говорить, имеет право старец, который уже воспитал своих детей. И они на примере, вот, на примере они показательны. Не такие молодые, как мы. Хоть у нас есть дети. Это более весомый. Но данные методы, они указывают, на них указывают Кур'ан и Сунны, и поэтому я упомяну их. Возможно, они будут для нас полезны. Первое. Это любовь между пастухом и пастрой. Это любовь между пастухом и пастрой. Когда отец проявляет внимание и любовь своим детям, они ее видят, они ее ощущают. И они также взаимны в своей любви. Когда эта связь есть, только тогда ты сможешь влиять, и твое побуждение сможет влиять на детей. Также между мужем и женой. Если есть любовь и уважение, тогда она будет слушать слово своего мужа. Если этого не будет, тогда она не будет слушать, и не будут слушать дети. Тогда твои побуждения к намазу, твое объяснение добра и зла, оно не будет восприниматься. Потому что ты не являешься авторитетом для них. Как добиться этого авторитета для детей? Это другой вопрос. Но первое, первое, это любовь между вами, взаимоуважение. Второе, это взаимопонимание мужа и жены, и хорошая их жизнь и отношение между собой. Потому что есть теория, есть практика. Когда ты будешь приходить и ребенку рассказывать, как нужно жить, или какой он, ислам, прекрасный, какой пример для нас пророк, как он был со своей семьей, но он не видит этого в практике между мужем и женой, когда они ругаются, ссорятся на глазах у детей, когда они обижают друг друга, когда они несправедливы друг к другу, и это все на практике, тогда у детей появляется замыкание в понимании этих вопросов. И поэтому споры, недопонимания, они всегда будут. Но нельзя допускать, чтобы это было между мужем и женой. И на глазах у детей. Если, как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, хочешь сделать насыху и справить, сделай это наедине. Так же и в семье. Делайте это наедине. Пусть дети видят гармонию. Третье. Это лучший коллектив. Это друзья и окружение. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, побуждал верующего к тому, чтобы он всегда выбирал для себя праведный коллектив. И Аллах упоминает в Куране человека, который оказывается в аду. И он говорит, о, если бы я не дружил с таким-то, ведь он меня отвернул от поминания Аллаха. И поэтому коллектив, он должен быть праведный. и ты как родитель, ты не должен говорить моему ребенку интересно с тем ребенком. Нет. Ты должен всегда смотреть тот коллектив, какой у него нрав, какой образ жизни и как он отражается на твоем ребенке. если ты строг, у тебя порядок дома, но ты отдал своего ребенка в коллектив, которым он обучается дурному нраву, матом, непослушанию, огрызанию на родителей, то либо ты увидишь это, и твоя работа пойдет на смарку. Либо же в нем выработается лицемерие, когда он перед отцом будет один, но на улице он будет другим. И поэтому окружение является очень важным. Я прошу Аллаха просить наши грехи явные и тайные и просить у Аллаха прощения и этим прощающим милосердиям. Четвертый шаг в воспитании праведного ребенка является обучение его. Либо же когда отец обучает его сам основам ислама намазу чтению Кур'ана если отец умеет знает если он этого не знает или не умеет тогда найти ему учитель или отдать в кружок изучение Кур'ана изучение основ ислама. Обратите внимание я говорю только сейчас за религиозный блок параллельно с этим ты должен стремиться чтобы твой ребенок учился и светским наукам математики химии географии учился в школе в университете это не оговаривается потому что это инструмент для него проживания в этом мире тот который считает что моему ребенку нужен только Кур'ан он ошибается для Ахира да но для Дуни ты как отец как воспитатель ты должен позаботиться дать правильную удочку ребенку дать ему правильный инструмент правильный багаж знания чтобы он в этом мире мог заработать себе на нарыск и при этом возможно принести плоды пользу обществу в котором он живет обучать детей если даже ты отдал своего ребенка учителю к шейху устазу он обучает Кур'ану ты должен подключаться к этому каким образом интересоваться этим что он учил что он проходит что он изучил если ты этого не знаешь чтобы он научил тебя этому и это называется мудароса когда вы обучаете один другого и вот эта связь о которой мы вначале сказали любовь и взаимоотношение взаимоотношения они укрепляются не будь безразличным к тому что учат твои дети если видишь что они отстают тогда найди мотивацию для них ведь это их дунья и ахера дети растут вчера твои дети было им по 5 лет по 6 лет у тебя не было тех забот максимум что ты мог научить их это поставить рядом с тобой на намазе и он читает с тобой намаз а сегодня им уже больше они уже подростки они уже созревают как мужчины и женщины это означает что ты как отец должен с ними говорить об этом ты мать должна обучать дочь тому что она должна знать во время созревания полового созревания ты как отец должен говорить об этом с сыном если ты стесняешься тогда дай его устазу шейху имаму который научит их этому это говорит о том что дети должны брать знания в соответствии с их также физическим созреванием они не должны знать о том что такое мани или мази только когда они увидели это в интернете посмотрели фильм и тому подобное когда дети не знают это еще называют воспитание половое наверное зрелого когда они для них этот мир он новый им интересно что там но что там есть дозволено и запретно это ребенок должен изучить знать и поэтому ты как отец должен спросить как у тебя там все работает что такое мази что такое мани когда появляется мази когда появляется мани что портит друс можно ли манюрбировать или нельзя это ребенок должен знать если он это не услышит от тебя как от отца или не услышит это от сейха у которого он учится где он узнает откуда он узнает он узнает все с интернет а все ли он узнает хорошее я думаю не все и поэтому воспитание и обучение детей должно быть вовремя и правильно я приведу жизненный пример который был у меня до войны все знаете мы проводили детские лагеря на 10 дней уезжали курортные места и у детей была программа весь день насыщенный это были подростки и подростки и маленькие маленькие взрослые уже но среди них были подростки мальчики девочки их весь день вся их программа была занята и обучением изучением курана и сунны и основ ислама и фиха и намазов и отдыха и развлечений то есть весь их график был плотным насыщенным графиком и у них был один предмет у мальчиков конечно это половое созревание которое я проводил с мальчиками и что вы думаете это был самый интересный предмет для них они до начала урока за 15 минут приходили и стояли ждали когда откроется дверь и придет учитель потому что им это интересно потому что они познают этот мир и были дети которые рассказали такие вещи о которых я уверен их отцы никогда не знали и не узнают они тоже люди это они они вырастают они уже не те которые были вчера маленькими они уже они уже растут когда он каждый день купается и гусль делает спроси почему он делает спроси поинтересуйся или у него полюция либо он проводит не так как полагается ночью это все важно также это касается девочек и поэтому когда ребенок вырастет он осознает и поймет что да это половое созревание это естественно желание похоть это это естественно но есть дозволенное и оно вот так вот правильное и запретное и вот оно приводит к чему тогда у ребенка сразу разделяется на черное и белое все становится ясным а до этого у него все спутано ему интересно посмотреть на женскую грудь на и тому подобное но он должен понимать что это будет у него нормально когда он женится они спрашивают в 13 лет а как жениться и ты рассказываешь как правильно жениться как выбрать как подойти к отцу с чего это детям интересно если будешь с утра до вечера об этом рассказывать они будут сидеть им Коран и Сунна так будет неинтересно и поэтому учтите что образование детей важно и учитывая их еще возрастной их возраст и их возрастной промежуток и пятое последнее это дуа за детей дуа родителей за детей принимается и поэтому все твои этапы шаги до этого которые ты делал они должны быть обязательно подкреплены дуа и мольбой потому что наставляет на прямой путь Аллах и удерживает от дурного пути только Аллах и дуа за детей является важным человек иногда не может найти метода как воспитать ребенка не может найти метод как добиться того чтобы ребенок оставил какой-то грех и только дуа может помочь ему в этом и поэтому не следует этим пренебрегать и всегда помните что вы отвечаете перед Аллахом за вашу пасту знайте об этом я прошу Всевышнего Аллаха простить нам наши грехи явные и тайные и просить у Аллаха прощения в тем прощающей милосердной субтитры